В налоговой службе Ялты открылся новый операционно-клиентский зал. И сегодня у нас в гостях Александр Сальников, начальник межрайонной налоговой службы номер 8. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Александр. Расскажите, вот в чем преимущество такого зала и сколько он сможет обслуживать клиентов и каких клиентов? Ну, начну, если позволите, со статистики, что наша инспекция обслуживает 5000 юридических лиц, 7500 индивидуальных предпринимателей. Всего населения 211 тысяч обслуживается в нашей инспекции. Это Ялты и Алушта. А вот клиентам из Алушты им нужно приезжать в Ялту? Нет, не обязательно. У нас в Алуште есть территориально обособленное рабочее место, так называемое. То есть это отделение, в котором находятся постоянно люди, готовые оказать любую практическую юридическую помощь, консультацию, помочь заполнить декларацию. То есть есть всегда доступ и к инспектору, есть связь прямая с центральным офисом, если нужно, и выездные совещания, в том числе мы осуществляем и в Алуште. А вот насколько повлияет открытие нового зала на работу предпринимателей? Я думаю, что платить станет еще удобнее. И наши принципы неизбежности комфорт, задекларированные нашим руководителем налоговой службы, они будут как раз таки реализованы. Неизбежность у нас прописана, скажем так, уже законодательно, а комфорт мы обеспечим, потому что каждый день мы принимаем порядка 300 посетителей. А с какими трудностями чаще всего сталкиваются посетители? Ну, все зависит от, наверное, времени года, да, то есть если это сезонно, сейчас у нас начинается кампания декларирования. То есть, безусловно, приходят люди, не всегда владеющиеся налоговой грамотностью, приходят, им нужно оказать помощь, помочь заполнить декларацию. Наши люди постоянно дежурят, в том числе работники специализированных отделов, плюс администратор жала всегда объяснит, куда что подойти. То есть человек, даже не имея никакого опыта, человек пожилого возраста, молодые люди, они приходят и получают у нас полный объем практической, юридической помощи и уходят удовлетворенные. А такой новый зал, новый операционно-клиентский зал, вот сколько одновременно сможет обслуживать клиентов, налогоплательщиков? У нас сейчас зал предполагает 11 окон, то есть это по нескольким направлениям. Предоставление госуслуг, это информирование и регистрация контрольно-кассовой техники, и вопрос камерального контроля, помощи заполнения декларации, также принимаем документы на регистрацию ИП, юрлиц. Нахождение в очереди, в принципе, у нас по регламентам, по нормативам, человек не должен находиться больше 15 минут, в принципе, после получения талона. У нас внедрена система электронной очереди, человек получает талончик, получает почти моментально выход в окошко, где он сможет какие-то задать вопросы, проговорить на тем интересующие, ну, 15 минут на каждого человека. Удобно, да, что не нужно ждать. Безусловно. А вот подскажите, вы как начальник, вы составляете какой-то план на этот год, и сколько запланировано собрать налогов в 2020 году? Ну, безусловно, у нас есть планирование как по местным бюджетам, так же планирование и по поступлению бюджета всех уровней, федеральные налоги, мы взыскаем налоги трех уровней. А могли бы вы озвучить эту... 16 миллиардов у нас, мы собрали это на федеральный уровень, если мы говорим о муниципальном бюджете Ялты, то это 771 миллион, который мы взыскали в 2019 году. Сумма это прирост порядка 12% к прошлому году, основное поступление это налог на доходы физических лиц, так же земельный налог. Если вы позволите, пользуясь случаем, просто еще призову всех граждан, как раз воспользоваться услугой оперзала, подойти к нам, узнать, есть ли у них задолженность по налогу на землю, которая уже начисляется... На транспортные средства. На транспортные средства, сверить данные с данными налоговой службы, чтобы у нас не было каких-то начислений там пений. Ну и обозначить начало кампании декларирования. В принципе, до 30 апреля мы должны будем собирать декларации за получение дохода, за сдачу жилья в наем. Для нашего региона это очень актуально. Поэтому я всех жителей призываю прийти к нам, воспользоваться этой услугой. Мы окажем максимальную помощь в заполнении декларации, в каких-то там даже подсчет, калькулятор налоговый там распишем по платежам. Ну и мы готовы выезжать, так называемые, в люди. Мы готовы в мобильные офисы. У нас в гостях был Александр Сальников, начальник межрайонной налоговой инспекции номер 8. И я надеюсь, что новый зал поможет эффективно собирать налоги. Александр и Александра.